здравствуйте друзья сегодня я расскажу вам новую интересную историю из жизни приятного просмотра в свое время митрофан а все его метражком звали считался лучшим гармонистом в округе родился он в середине 30-х годов война оставила его без отца парень рано стал работать пастухом в колхозе от отца осталась старая гармошка митрошок потихоньку осваивал ее и со временем митрофана стали звать на праздники платили ему в основном харчами если давали деньги митрошок их откладывал копил на новый инструмент невеста у него была шурка внешностью шурка обладала непримечательной сама она была маленького роста но работала хорошо а на уличных гуляниях шурка могла до полночи плясать под гармошку митрошка будто и не работала весь день на свекле матери митрошка и шурки уже договорились о свадьбе обе были вдовы и радовались за своих детей так бы они и сошлись да тут митрошка попросил парень из соседней деревни на свадьбе сыграть митрошок только новую гармошку купил вот отправился митрофан на свадьбу играл там народ веселил а сестра жениха литка классно гармониста положила весь вечер его угощала доследила чтобы у гармониста стопка не пустела а утром проснулся митрошок в одной постели с литкой тут сразу на него налетели родители литкины опозорил мол дочку нашу мать митрошка сына домой не дождалась побежала его искать люди указали ей на дом где свадьба была женщина в дверь стучала колотила не открыли ей села она на завалинку долго сидела распахнулась дверь и полетела в пыль новая гармошка митрофана вот забирай это барахло а сын твой тут останется так и остался митрошок улитки всю жизнь прожил у ее родителей гармошку в руки он с тех пор не брал как его люди не уговаривали а слиткой митрофан жил плохо жена чуть что сразу орать начинала а то и за палку хваталось шурка замуж не вышла то ли она сильно любила митрофана и на других парней не смотрела то ли не сватался к ней никто теперь не узнать жила с матерью и сестрой работала когда сестра родила в девках стала племянницу нянчить но сестра вскоре замуж вышла и стала своим домом жить тут уж шуру мать начала уговаривать шурка надо тебе родить вот я помру одна останешься у зайки же своя семья а ты что так и будешь у чужого костра греться ради говорю шурка только смеялась в ответ мать слегла шура ухаживала за ней а вскоре осиротела тут она и затосковала стала в родной хате неуютно углы съели стала шура прихварывать а тут ей путевку предложили бесплатную санаторий как лучший свекла вишнице она корову и остальное хозяйство сестре поручила и укатила на юга ну и что что зима на дворе летом-то на свекле загорать придется вернулась шура посвежевшая веселая а летом уж не скрыть было что она ребенка ждет родился у нее сынок ваша ее радость записала его на свою фамилию а люди прозвали мальчика шуренком мальчишка рос послушным матери помогал по хозяйству с ранних лет стал мужицкую работу выполнять учился у теткиного мужа у соседских мужиков перенимал как гвоздь бить как порог починить так случилось что пришлось учиться ему с галинкой дочкой метрофана их даже дразнили женихом и невестой после этого мать запретила пашки даже смотреть на эту галинку а чего это ему на эту малявку смотреть так и закончилась их дружба пашка после школы успел выучиться на шофера и в армию ушел служить повзрослевший и возмужавший пашка вернулся домой через два года а у матери сюрприз колхоз им выдал новый дом все удобства живи и радуйся и стал павел работать в колхозе мать на пенсию вышла занималась хозяйством начала она сынка теребить ваш жениться тебе надо хозяйка молодая нужна я-то уже остарела еле справляюсь и где эту хозяйку молодую найти когда павел даже в клуб не ходит только работу одну и знает но как-то раз ехал павел из района подвез девушку одну до соседнего села кого-то сильно она ему напомнила а в субботу мать ахнула сынок-то нарядился и в клуб пошел и но показывали а клуб этот находился в том селе где паша в школе учился там парень и узнал что его попутчица это та самая чернявая галинка выросла девица учится в городе а ухажеров за ней целый хвост девушка симпатичная поведение серьезного дурном никто не замечал то от такой откажется и стал павел за галинкой ухаживать а она уже знала какая история произошла с их родителями понимала что мать войну поднимет если узнает про пашку но любовь сильнее оказалось целый год они тайно встречались а потом кто-то матери галинки рассказал пол села слышала как она дочку чехвостила а на утро все село уже знала что галинка ночью к любимому убежала шура знала что девушка это дочка соперницы ее но не стала против сына идти не захотела ему жизнь ломать приняла шура галинку как дочку молодые заявления в загс подали а мать галинкина сказала что нет у нее дочери больше из загса молодые приехали к теще с тестем с повинной но мать не пустила их на порог только метрошок вышел счастья дочке пожелал а еще пожелал и мне разлучаться вот уже 30 лет галинка с павлом вместе живут родители их давно на том свете так и не примирились внуков лидия все-таки приняла она зятя и его мать смотреть не хотела галинка же на части рвалась и мать жалко и мужа любит сложно понять человека лидия же ушуры сама жениха увела лишила двух человек счастья а сама злилась на них всю жизнь друзья спасибо за просмотр этого видео если вам понравилось подпишитесь на канал поставьте лайк и оставляйте свое мнение в комментариях до новых встреч